Друзья, всем привет! Доброе утро! И этот день у нас начинается с посещения Гомельского автовокзала Мы выбрались купить билеты в Киев из Гомеля и в Гомель из Киева 31 числа отправляемся туда и 2 в планах вернуться обратно Это я на свой день рождения хочу выбраться по Киеву погулять, посмотреть, отдохнуть Ну, в общем, немножко развеяться Все удалось, билеты уже купили В Гомеле утро начиналось с тумана Весь город заволокло туманом, но сейчас развеивается и теплеет Ну, а по пути домой я заскочил на строительный рынок, чтобы купить немного мебельного крепежа Но давайте обо всем по порядку, чтобы я вас не запутал Дело в том, что сын у меня растет, уже пошел в школу И ему необходимо место, где он мог бы тренироваться, писать какие-то прописи Да просто сесть порисовать В общем, ребенку уступаю свой рабочий стол, на котором у меня стоит ноутбук, где я монтирую видео А самому надо перебраться на какой-то другой стол И тут я вспомнил, ха, у меня же есть стол Совершенно новый, в упаковке, стоит в гараже, хранится Но в то же время он уже очень старый Сейчас вы поймете, о чем идет речь Итак, у нас есть полуистлевшая заводская картонная упаковка Стянута она резинкой, вырезанной из грузовой камеры Видимо, скотча тогда еще не было Давайте развернем и посмотрим Внутри видим две инструкции Одна для сборки полки надплитной набора Калиновка Но полки у меня нет, она нам сейчас неинтересна А интересен именно стол Порядок сборки стола обеденного набора Калиновка Комплектность поставки Опора две штуки Царга одна Брусок два Крышка одна Это все есть А вот дальше стяжка винтовая Шкант пластмассовый Стяжка эксцентриковая Ручка-кнопка Этого ничего нет Вот и отправился я на рынок На поиски такого крепежа Сразу могу сказать, что найти удалось далеко не все Но главное, чего не хватало Вот эти эксцентриковые зажимы Они фиксируют столешницу к ногам А без них пришлось бы использовать какие-то уголки Либо сверлить столешницу И насквозь прикручивать ее к ногам саморезами Было бы некрасиво Что любопытно, найти такой крепеж в мебельном магазине Вряд ли получится Хотя по логике там ему самое место На строительном рынке мне тоже ничего подходящего не предложили Но посоветовали обратиться к так называемым барахольщикам Я думаю, многие из вас видели этих мужиков Которые выкладывают всякую всячину прямо на тротуаре Там и старые сверла, фрезы, какие-то резцы Детали от радиоприемников Старые будильники, фотоаппараты Самодельные шампуры и мангалы В общем, чего там только нет И вот здесь удача мне улыбнулась Ценник, правда, у этих ребят такой Как будто они платят налоги И еще и аренду этого участка тротуара Но, как говорится, спрос формирует цену Купил эксцентрики А глядя на все это разнообразие выложенного барахла Задумался на минуточку Насколько это похоже на то, чем мы, оппозитчики, занимаемся Даже нет, не так Лучше посмотрите сами, насколько это похоже на то, чем мы занимаемся Берем старое, никому не нужное, ржавое Чистим, красим, восстанавливаем, заставляем ездить Так что же, получается, что и я такой же барахольщик Лишь с тем отличием, что все это не продаю А накапливаю, восстанавливаю и собираю из этого какие-то мотоциклы Не знаю, лучше это или хуже Но оставим наши философские размышления Давайте уже наконец соберем этот стол Получилось что-то такое Компактное, родом из Советского Союза При желании можно его немножко подразложить И он превратится в очень небольшой, но все же кухонный обеденный стол Я думаю, такими комплектовались маленькие кухоньки в панельных пятиэтажках Да и сейчас еще эти пятиэтажки есть, никуда они не делись И столы такие вполне актуальны Качество изготовления, конечно, хромает Но для 90-х годов, а если мы посмотрим на инструкцию, то увидим, что это 93-й год Качество там было особо не важно Сделали и хорошо, кто-нибудь докупит Стол достаточно устойчивый И думаю, мне для компьютера вполне сгодится Ну а теперь я продолжу ту работу, которую начал еще вчера Буду разбирать то железо, которое привез И сортировать его на годное и негодное То, что восстановить можно И то, что восстановить сложно Сегодня в световой день уложиться у меня не вышло Поэтому пришлось оборудовать себе освещение прямо в кузове Мерседеса И получилась мастерская на колесах Сейчас разбираю постепенно все, что привез на отдельные узлы Чтобы удобнее было хранить Да и потом восстанавливать Ведь придется каждую деталь отдельно А значит, в любом случае придется разбирать Хочу вам показать, какая интересная рулевая колонка Обнаружилась на М63 Во-первых, упорная гайка Самодельная Ни одной грани Чем ее зажимали, не знаю Но откручивать пришлось с помощью зубила и молотка Затем снимаем траверсу Под ней пыльник А под пыльником стандартный конический колесный подшипник Такой же, как стоит на Ураловских колесах На Днепровских Я считаю, что идея неплохая Эти подшипники ходить здесь будут очень долго Без всякого износа Вот только трубу нижней траверсы Пришлось заменить для этого на цельную ось И установить сюда фрикционный штатный демпфер руля Уже не получится Но всегда можно использовать гидравлический Как стоит на моем Урале В принципе, по состоянию Вилка на этом мотоцикле меня порадовала Еще сохранился хром на нижних стаканах И, надеюсь, в хорошем состоянии сами трубы перьев Передняя часть рамы тоже нормальная Немножко ржавчины Но чем дальше назад, тем плачевнее состояние Очень-очень много ржавчины И предыдущий владелец, Максим Сделал, скажем так, усовершенствование Это рама М63 И в стандарте сюда неохотно становится днепровская коробка Многие даже говорят, что и не становится вовсе А для того, чтобы ее можно было поставить и достать Он отрезал стоечку, на которой держится маятник И перенес ее на 2 сантиметра назад То есть здесь резали, варили Здесь резали, варили Здесь резали, тоже варили Вот здесь какие-то швы Везде швы, везде ржавчина Все это надо вычищать Не знаю, почему-то сплющена труба самой задней стойки Левая нормальная, а правая сплющена Может быть для чего-то так оно и надо Но не знаю, не уверен Ну и крепление заднего крыла Тоже отодвинуто на 2 сантиметра Эх, все это надо будет облагородить Сначала раму вычистить Измерить ее геометрию И вот я боюсь, что если это делали на глазок То геометрию придется выравнивать на нормальном стапеле Которого у меня, к сожалению, нет Значит, надо будет к кому-то обращаться Ну и в целом, конечно, вот это вот меня печалит Такие запилы Здесь вообще сквозное отверстие Отрезано крепление сидения Отсюда и отсюда Надо будет возвращать Я видел, оно приварено на другую раму На Днепровскую Ох, короче, работы много В итоге провозился до глубокой ночи Но все, что планировал, сделал Кузов Мерседеса я освободил Правда, получается, что это только половина работы Ведь вся эта груда металла просто переместилась под навес И лежит у меня сейчас под воротами гаража Необходимо все это разобрать Отсортировать и пристроить куда-то на хранение Ну а в финале этого видео я хотел бы поделиться с вами Одним очень радостным и приятным событием Дело в том, что сегодня канал Мото Санчо Получил бриллиантовую кнопку Ютуба Вы спросите, как так получилось? Да все очень просто Смотрите сами И вот сейчас я даже не знаю А о какой кнопке я бы радовался больше Той, которую действительно может прислать Ютуб Или той, которую нарисовал для меня мой сын Хотя нет, все-таки знаю Вот она На этом, друзья, будем заканчивать Всем спасибо, что смотрели Всем счастливо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok